Всем привет! В первом видео по теме кинжала из линейки я остановился на доводке поверхностей кинжала. Второе видео посвящается покраске, в котором будут присутствовать дестандартные методы по покраске. Сорядил некое подобие покрасочной камеры из скотча и кухонной клеенки своими руками. Сам же кинжал за рукоять подвесил на веревку. Рукоять мне красить не нужно, она будет в оплетке. Предварительно обезжирив поверхность, я нанес в свой акриловой грунтовке, чтобы перекрыть самые мелкие неровности поверхности. И тем самым грунтовка проявила более крупные щели, которые я замазал автомобильной шпаклевкой по пластику. После чего я снова зашкурю поверхности 800-1200 фракции наждачной бумаги, после которых поверхности стали просто идеальными. Снова обезжириваю поверхности и наношу два тонких слоя краски цвета хрома. Второй слой перекрывает не до краски первого слоя. Между слоями делаю выдержку в 5 минут. Можно сказать технология, а по краске мокрый по мокрому. Подготавливаю трафареты под матирование основной части корпуса. Глянцевым останутся только лезвия, так сказать эффект заточенного клинка. Забегая немного наперед, скажу, что я очень доволен своим результатом. Если вы скажете, что я испортил деталь, возможно вы будете правы, но у меня была такая идея, чтобы только лезвия остались блестящими. Матировал обычным матовым акриловым лаком. И в дальнейшем подкладываю под кинжал мягкий кусок ткани для защиты поверхностей кинжала. Переходим к детальной прокраске. Красить буду лаками для ногтей, некоторые участки буду красить через шприцы. Первым в ход пойдет красный цвет. Я им прокрашу канавки по всей длине лезвия кинжала. Канавки следовало сделать больше, они получились мелковатые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вторым использую черный цвет. Им прокрашиваю понижение в центре кинжала, канавки вокруг каплевидной возвышенности и зрачок змеиного глаза. Саму радужку глаза закрашиваю желтым цветом. Дальше в дело вмешалась жена и вставила зеленые ставки кинжала. Я посмотрел по таблице, она сделала правильные выборы. Зеленый сад добавляет силу критической атаки. Скелеру глаза закрашиваем сиреневым лаком. Субтитры создавал DimaTorzok Немного посовещались, решили весь глаз закрасить сиреневым лаком, так как он, к сожалению, не получился красивым. Сферы в средней части кинжала через трафарет закрашивают золотой краской. Перехожу к оплетке рукояти. Оплетка будет из паракорда диаметром 4 мм, золотисто-бежевого цвета. Паракорд к основе рукояти приклеиваю эластичным клеем, а концы прихвачу быстросохнущим двухкомпонентным клеем. Оплетаю рукоять в этот клетку. КОНЕЦ Паракорд к спорту увидел, что с обратной стороны витки не прилегают друг к другу, что я сразу же ее исправил. Классичный клей застывает достаточно долго и успел все поправить. В конце сделал простую подставку, верхнюю часть которой покрасил медной краской и немного напылил хромовые краски. Надеюсь друг, бывшим кинжальчик на агибатор, будет доволен. Хочу сказать спасибо компании NCSoft за игру, которая вдохновляет делать подобные вещи. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями и учитесь на чужих ошибках. Впереди еще много чего интересного. Всем пока!